Всем огромнейший привет! Наконец-то! Наконец-то мы снимаем видео про лучшие настольные игры в дорогу, которые можно брать с собой в путешествия, в поездку. И мы решили начать это видео с критериев, по которым мы выбираем игры в дорогу. И самый, пожалуй, главный критерий это размер, потому что размер имеет значение, но не всегда. Размер бывает обманчив. Вот есть хороший пример. Борьба за галактику. Я считаю, что это отличная игра в дорогу, но коробка огромная. Поэтому мы... Когда путешествовали по Турции с друзьями две недели, мы просто взяли карты из этой игры, переложили в другую маленькую карточку. Мы памятки не стали брать, взяли карты и играли спокойно. Да, почти каждый вечер в гостинице играли на небольшом столике. Эта игра раскладывается. Вот это тоже имеет значение. Может быть, игра компактная, но при этом она требует много места на столе. И в путешествии, где-то в гостинице или в поезде это невозможно осуществить. Вот второй отличный пример. Йота. Игра вот такая маленькая. Но мы её в дорогу не берём, потому что она занимает очень много места на столе. То есть, это надо или квартиру снимать, где есть большой стол, или вот в поезде уже в неё не сыграешь. Она занимает много места. И третий критерий должна быть реиграбельной. То есть, в неё интересно было подряд сыграть несколько партий. Ну вот, например, да, давай покажем игру таймлайн. Таймлайн. Вроде бы компактная, небольшая. Место занимает мало, но мы предпочитаем в такую игру играть раз в полгода. И с разной компанией людей, потому что игра нулевая реиграбельность, так скажем. Ну да, там несколько партий сыграешь, ты запомнишь все даты, и тебе станет неинтересно. А раз в полгода самое то. А так можно взять одну игру с собой в путешествии. Каждый вечер у тебя будут разные ощущения от одной игры. Сейчас мы покажем лучшие игры в дорогу. Наши, любимые. Одна из наших любимых игр в дорогу, мы её, кстати, в путешествии купили, это Ханаби. Игра кооперативная, много места на столе не требует. Можно играть в поезде, там, с случайными попутчиками. Время, чтобы скоротать поездки. Фишка игры в том, что вы видите карты соперников, и соперники видят ваши. Вы свои не видите. И, следуя правилам, подсказкам, вы должны сложить фейерверки по порядку. Тут на несколько уровней сложности мы не прошли самых сложных. До сих пор. Ну и не пытались особо. Сложно. Если вы хотите что-то повеселее, то вот рекомендую вот эту компактную коробку. Гоббит. Это весёлый патигейм, где на скорость люди что-то там хлопают по столу. Дом начинается. Дети очень любят эту игру. Может быть, вставят фрагмент этой игры, потому что мы помним, мы записывали, как играли. И мы проверили в нескольких компаниях. Она очень классно заходит. И для любителей всякого веселья вот такая компактная коробочка. Вот эту игру мы с собой брали недавно, когда ездили с друзьями в Египет отдыхать. Тоже особо много места не требует. Мы на журнальном столике раскладывали, играли. Игра интересная. Всё-таки деньги, купюры разных стран. И нужно там меняться, обмениваться. В принципе, если вы едете там на недельку, раз в вечер можно её сыграть, да? Да, мы где-то каждый день не играли, но раз пять сыграли. И поигра на сбор сетов. То есть надо собирать сеты определённых валют. Есть целая серия игр Tiny Epic. Автор специализируется на том, что выпускает компактные версии игр. В России вышло всего три игры из этой серии. И вот это считается самая лучшая, причём среди всех вообще вышедших в мире. Tiny Epic Galaxy с крошечной эпической галактики. Примечательно тем, что в неё можно играть даже одному против специальной автомы. Ну, как бы, довольно любопытный игровой процесс. Ты колонизируешь планеты. Кто быстрее, тот и молодец. Тоже компактная игра, рекомендую. А я рекомендую деньги. Берите с собой в поездку деньги. И побольше. Да. Тоже одна из наших самых любимых игр. Я считаю, топовая игра сейчас. Она стоит очень дёшево. 300... Сколько это? 90 рублей, да. Чего-то недорого, да. Но она того стоит и даже больше. Можно каждый вечер в неё играть. И наслаждаться, кайфовать. Да? Да. Правила элементарные. Это от автора инновации, любимой вольной игры. И тут 49 пункт карт. И можно играть по сложным, по простым правилам. Мы рекомендуем по сложным правилам. И суть игры в том, что каждый ход правила меняются. Надо подстраиваться под эти... Буквально топ, я считаю. У нас даже друзья купили игру, чтобы у них просто была... Это до четырёх человек игра. Red Seven. Следующая игра топовая. Корова 006. Но я не рекомендую её брать в этой коробке. Она слишком большая. Тут внутри карты. Мы много игр берём. Перекладываем в другие, более компактные коробки. Я объясню. Просто производители хотят, чтобы их игра выделялась на полке в магазине. Поэтому они делают огромные какие-то коробки. Да, и часто смерть не соответствует содержимому. Это очень смешно. А тут взял колоду карт. И плюс этой игры в том, уже об этом рассказывали, что ты можешь играть не только в Корову 006. Эта игра классная. С детьми заходят, которые только изучают цифры. Но и в несколько других игр, правила которых ты можешь найти в интернете. Свох годов скачать их, себе сохранить. У тебя в одной коробке, с одной колоды, несколько игр. А это всё наше, как ты покупаешь колоду карт, ты играешь в дурака, козла и ещё во что-то. Ну да, тысяча. Моя любимая игра. Дальше? Давай. Целая серия игр Pixel Tactics. Это дуэльная игра. И мы вот с Динкой, когда вдвоём ездили отдыхать в Абхазию, то брали одну коробочку с собой. Играли. Тоже особо много места не требуют. Реиграбельная. Мы, я помню, играли на кровати прямо. Да, да. Очень удобно было. Классная игра, именно дуэльная, что боёвка, на картах. Прямо стратегии целые придумываешь. И, конечно же, по кайфу тебе обыграть мужа. Такой азарт. Да. Но я не скажу, что женская игра. Скорее, мальчикам больше. Ну да, в принципе. А вот игра родоначальник всех драфтовых игр считается. Да? Да. Семь чудес пошла от неё. Fairy Tail. Я купил её в Германии. Просто чтобы была. Мне нравится и арт, и игровой процесс. Он тут очень простой. Все игроки передают карты друг другу по кругу. Одну себе выбирают, строят. И получают в конце победные очки. Суши Гоу, да? Мы её чуть позже покажем. Да? Хорошо. Да. Вот тоже компактная игра. Fairy Tail. Её в России не найти. Но мне очень нравится. Если вдруг она у вас есть. Да. И ещё её можно распечатать, насколько я помню, да? Ну, распечатать – это совсем другая история. И вот ещё компактная игра в дорогу. Шотландский поединок. Она совсем простая для новичков. То есть тут камень, ножницы, бумага только на восьми картах. Есть две колоды, и одна карта бьёт другую, другая бьёт другую. И забавно можно даже целый турнир устраивать. Да, Дима с другом играл. На турнир устраивали. Да. Хочется что-то этакое сыграть. Ну, это совсем простенькая игра для новичков. Ну, вот так же пояс там. Да. Развлечься ненадолго хотя бы. Та самая Суши Гоу у нас немецкая версия, но есть русская. Там немножечко другие карты, немножечко другие сыгры. Более дружелюбные. Здесь они такие весёлые. Это тоже игра на драфт. То есть игроки друг другу передают карты, и в конце идёт подсчёт. А, одну карту выбирают, и в конце идёт подсчёт очков. С этих собирается. До пяти человек может играть, так что… Ну, или играберность потрясающая. Если не надо ест процесс, то… Да. И детям тоже нравится она классненькая. Из простых, да. А Мир Хобби выпускает много достаточно игр вот в таких компактных коробочках. Я порекомендую две, пожалуй, самых красивых игры из этих серий. Зодчи – это новинка. Сравнительная. Сравнительная новинка прошлого года. Тут надо строить квартал, и занимает, я считаю, немного места, потому что это всё компактно происходит. И страшные сказки. Тут уже вышли, по-моему, четыре дополнения. Да, да? Да. Но они в двух коробках. И мне игра нравится, она простая, она незамудрённая. Ты каждый ход практически получаешь очки. Пускай там гики не в восторге от этой игры, не все. Но я знаю… Намечкам рекомендую. Намечкам рекомендую, да. И я знаю много даже знакомых гиков, которым тоже пришлась по душе эта игра. В отдыхе, когда не хочешь, там мозги. Мы периодически в неё играем, хотя она вообще не наша, она малёнка. Вот оставила и до сих пор не забрала. Вот так. Ей привет, если видео смотрят. Приезжай в гости, давай. И осталось у нас две игры, которые мы хотели бы порекомендовать для путешествий. Мне очень нравятся королевские товары за своей компактности и за того, что тут очень адекватный соло режим, по сути, по сеансу офигенный. И она просто тоже играбельная, можно играть бесконечно. Как бы процесс несложный и на столе вроде немного места, я не помню, занимает. И она сразу с дополнением, у неё большой плюс. Это уже для любителей посложнее, но она не скажу, чтобы сложная. Игра про королевские товары. А эта игра такая вот маленькая, как колода обычных карт, наверное, единственная в мире, да, из мостовок, которая побывала на горе Моисея в Египте. Вряд ли кому-то в голову ещё пришло тащить туда, на стол. На двоих человек наши друзья сделали эту игру, выпустили её там, японскую, да, какую-то переделали. Канофуду, если я правильно сказал. Мыши неправильно. Да, и как бы мне не с первой партии вторгнула она. А потом прям интересно. А потом интересно, собираешь с этики. То есть есть в этой игре что-то притягательное. А если вам повезло, и вы едете в путешествие огромной бандой друзей, то для вас подойдут другие игры, игры для вечеринок, мы о них расскажем в следующем видео. Да? Расскажем? Не знаю. Расскажем. Да, и кстати, давайте по скрипту, мы забыли одну интересную игру, тоже хотелось бы её порекомендовать. Давай, какую? Библиос. Мне за ней надо идти, но вот Оля пока про неё расскажет. Я расскажу, что мы в неё играли в поезде, с Ярославлем мы, по-моему, возвращались. И вот просто предложили попутчикам сыграть с нами, им понравилось. Да, мы её просто даже в дорогу брали, с родителями играли, там тоже чемпионаты устраивали. Очень им нравится, азартная. От 3-4 человека классно. Она очень классная, как в форме книжки, но в принципе тоже можно вытащить карты. В форме книжки это у нас иностранная версия, в России её сделали побюджетней, и она попроще. Но всё равно ввести лучше карты и кубики, больше ничего не надо. Игра обалденная, вообще с родителями, да, классная. Да, и никакой в отношении к Библии она не имеет. Это просто игра с цифрами. Всем пока. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, не забывайте, пишите. Задавайте вопросы по настолкам, на все ответим. Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok